Микс Ньюс Ученые бьют тревогу Неизвестно, как дело повернется, может ледниковый период начаться Если человечество не предпримет реальных действий В ближайшие годы нашу планету ждет климатическая катастрофа Потому что человек просто элементарно превращается в ледушку Как ее избежать? Да ну запретите вы пластиковые пакеты, от этого воздух чище станет Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн ублекислого газа на душу населения Слушайте по пятницам на Радио Болтком Авторскую программу Константина Рангса Климат-контроль Действительно, только что называется, открыть ящик Пандоры Добрый день, уважаемые слушатели Начинается программа Климат-контроль И в нашей студии по скайпу морской геолог, журналист, пишущий о науке, ученый Константин Рангс, добрый день, Константин Добрый день, Олег Вот уже кажется, что мы пересекли экватор лета Уже осталось гораздо меньше дней этого года, чем с начала самого года Очень непростого 2020-го Может быть, уже есть возможность подвести какие-то летние итоги Хотя бы первой половины лета Какими рекордами, какими особенностями оно запомнится? Ну, надо сказать, что первая половина 2020-го года отметилась не только эпидемией COVID-19 Да, она, можно сказать, еще и не закончилась А очень резкими тепловыми волнами, которые наблюдаются сейчас И был отмечен рекорд Такого вот никогда не было Он отмечен в Сибири Именно в местах, которые принято называть полюсом холода Там температура поднялась до плюс 38 градусов Сейчас во всем мире это все проверяется, перепроверяется Спутники Но наземные данные Но, тем не менее, факт остается факт С учетом того, что зимой там рекорд температуры минус 70 Получается, что разброс температур превысил 100 градусов Ну, представьте себе, что если у нас летом плюс 30 То и зимой минус 70 Либо если у нас зимой минус 20 Тогда летом должно быть 80 Ну вот, то есть уже Это что-то совершенно невообразимое В принципе, этот разброс температур Сравним совершенно с разбросом температур на Марсе Так что можно сказать, что Сибирь — это Марс В известной империи И как раз тут дело даже не в морозах Мороз-то понятно, почему так холодно в сердце Сибири Там происходит выхолаживание во время зимы Из-за очень мощной области высокого давления Нет, тут дело другого рода Почему же так жарко в Сибири? Но дело в том, что если бы в Сибири было жарко Например, волны жары в этом году накрывали И Индию, и Китай И они были в США Точнее, ближе на границе с Мексикой И опять же, сейчас ожидаются новые волны В Соединённом Королевстве в Британии Волны жары Но естественно, и у нас были периоды, когда было очень тепло Вот так я могу сказать, что у нас Так это же какие-то слабые отголоски Того, что было в других местах Европы Ну плюс 25, плюс 26 максимальная температура Это в принципе Ну да, ну это мелочь А вот, допустим, возьмём другую ситуацию Что одновременно, очень часто Точнее, эти волны жары Сменялись волнами дожди Причём выпадали дожди так мощно За один день могло выпасть полмесячной нормы осадков Могло выпасть месячная норма осадков Квартальная норма осадков И посмотрите, какие были наводнения Всего лишь две недели тому назад в Японии Наводнение, вот самое свежее В Гвадалахаре, в Мексике В Мексике, летом Наводнение Там никто и ждать-то его не ждал Это было очень сильное Наводнения были в Европе И, кстати, есть очень серьёзные опасения Что они повторятся Наводнения сейчас по всей России И посмотрите, что творится на Дальнем Востоке По Иркутскому уже всё Плавают на лодке в Иркутске И это не совсем, прямо скажем Муссонный климат Дальнего Востока Владивосток, Хабаровск, там Южно-Сахалинск Там понятно Там муссонный климат Там есть такие мощные дожди Это естественно Но Иркутск находится довольно далеко От Тихого океана Вот если поездами мерить То к Иркутску на четвёртый день приезжаешь А после этого ещё двое с половиной суток До Владивостока То есть, собственно говоря Это достаточно далёкое расстояние И тем не менее Там фактически мощные муссонные ливни Вот они сейчас только-только И, кстати, до конца недели ожидают Поэтому, собственно говоря А, да, и тем же самым временем В Екатеринбурге, на Урале Абсолютные рекорды Под 40 градусов температура 39 Такого там никогда не было Поэтому уже сейчас Метеорологи говорят Что первая половина 2020 года Рекордно по своей неустойчивости И апеллию как осадков Так и волн горы У нас есть звонок Здравствуйте Добрый день, пожалуйста Добрый день А вот буквально вчера смотрел новости И сказали, в Италии выпала Годовая норма осадков Как такое вообще может быть? Что выпала годовая Как её померили? Это же, ну, там залило просто туннели Люди не успевали выходить с машины Ну, очень-очень быстро Вы можете вот это вот объяснить? Спасибо Ну, смотрите Как меряют осадки Есть специальные такие, ну, грубо говоря Вёдра стандартного размера Которые стоят на открытом пространстве Метеостанции И там меряют свои температуры И в том числе, если выпадают осадки Сколько осадков выпало Миллиметр осадков Это литр на квадратный метр Вот так вот получается Поэтому очень легко Можно себе представить Что выпадает Круглый год меряют Получается, определённые Рассчитывают по многим годам Определённые нормы Так вот, что сейчас получается Получается, что вся эта годовая норма Сколько должно было выпать за год Выпало за один день Почему? Потому что изменились условия выпадения осадков Посмотрите, ведь осадки могут выпадать В виде, ну, такого моросящего Нудного дождичка Ну, и что? Это привычно, да? Вот И при этом может выпать Довольно много воды Но если каждый день Немножку Вроде бы и не стало Ну, представьте себе Допустим Один миллиметр осадков в день Ну, вот что-то такое Литр на квадратный метр Но вообще ни о чём А если это выпало 365 миллиметров Годовая норма 365 литров На квадратный метр Это многовато Это прямо, скажем Деваться не Вот вам и потоп В воде некуда не впитываться Некуда стечь Вот и всё И она затопляет всё, что можно затопить 40 сантиметров Если говорить о причине То это как раз вот те же самые волны жары У вас повышается резко температура И, естественно, резко увеличивается испарение земли Почва начинает отдавать влагу в атмосферу Появляя это влага Формирует облака Ветер их переносит в какое-нибудь совершенно другое место И через какое-то время эти облака Допустим, эти потоки воздуха При столкновении, например, с более холодным воздухом Это может быть разные условия Разные причины Всё это обрушивается вниз Вот вам То есть земля-то замкнутая система К этому нужно привыкнуть То есть если где-то что-то испарилось Значит, где-то оно обязательно выльется Одна из важных причин Ведь мы же меряем температуру в основном-то на суше И об этом говорим Мы же редко, когда говорим о том Что температура воздуха В северной части Тихого океана Сейчас, допустим, плюс 18 градусов Ну не говорим же мы так Или, допустим, в Центральной Атлантике Она поднялась до плюс 21 Но дело всё в том, что когда поднимается температура воздуха Поднимается и температура поверхностного слоя моря Океана Увеличивается количество испарений А это фактически сконцентрированная солнечная энергия Которая будет преобразована в энергию вихрей Вот этих циклонических Они придут И отдадут вот эту скрытую энергию солнца В виде ураганного ветра Ливня Потому что когда-то солнце нагрело воду Она испарилась Забрала эту энергию То есть всё, что мы видим вокруг Весь этот кошмар Это утилизированная энергия солнца Которая дошла до нашей планеты Но она, эта энергия Распределяется неравномерно Как более-менее было раньше А сейчас она с качками Здесь пустое, а тут густое И вот как раз именно поэтому Сейчас специалисты Очень, прямо скажем так Большой осторожностью Относятся к прогнозам На вторую половину лета И тем более на вторую половину года Ожидать ли такой же погоды Таких же аномальных внезапных дождей Где-то в отдельных районах Ну вот то, что сейчас видно По спутниковым снимкам По данным Метеостанций Сейчас вот в ближайшие дни Сохранится в нашем регионе Тёплая, комфортная погода Солнце Ясно, тепло 25-27 Может даже Кое-где На побережье, конечно, нет Но всё равно Ясно и хорошо А потом С запада Уже оно движется Мощный поток Холодного воздуха Который гонит циклон И он где-то, наверное, в понедельник В вторник Во среду Как он пойдёт Он отожмёт этот тёплый воздух На восток А сам, столкнувшись с этим тёплым воздухом Разольётся над нами Ливнем Вот они на следующей неделе Ожидается падение температуры Ниже 20 градусов И дожди Ну, у нас вроде бы Как бы не должны быть сильные дожди А вот на юге Европы В Центральной Европе Предполагают, что дожди будут весьма заметны Очень, можно сказать, сильные Ну, а что дальше произойдёт Очень трудно сказать Поскольку южнее Формируется другая, так скажем Система воздушная И вполне возможно Вот это похолодание Продержится, ну, недельку Может быть А потом сменится неожиданно На очередной новой волной жары Но об этом можно только сейчас гадать Все прогнозы Вот реальные Такие более-менее ответственные Заканчиваются на неделю вперёд Вот до следующих выходных Следующие выходные Должны быть такие Переменная облачность 20-22 градуса Что-то такое Ни рыба, ни мясо Насколько Насколько вот это Потепление Которое наступило Действительно Вот на полюсе холода Аномальная погода Тёплая Оно может сказаться На нашем будущем В частности На росте населения Земли Ну, а тут, видите Очень интересный момент Как раз Связан с тем Что Сейчас За последнюю неделю Были публикации Которые касались С этого вопроса Что произойдёт С ростом народонаселения И вообще С динамикой народонаселения Если Климатические изменения Будут двигаться Таким же темпом Дело всё в том Что до сих пор Ещё год назад Считалось Что вообще Всё будет И по нарастающей И В общем-то Во всех отношениях И в отношениях Развития экономики Перехода на зелёную энергию В общем Ну, сплошная радость А вот сейчас Этот ковид показал Что, собственно говоря Всё может быть Совсем не так И Опять же Климатические скачки Тоже вызывают Большое Так скажем Большое сомнение Что будет Сплошной поток роста Посмотрите В тех же странах Которые переносят Вот эти вот Бесконечные наводнения Пожары Там же, собственно говоря Огромная часть Национального богатства Уходит на то Чтобы восстанавливать Разрушенное А в таких условиях Как бы Народонаселение Увеличивается Довольно-таки медленно Условно говоря Когда всё рушится То люди откладывают Заведение потомства На более комфортные времена Поэтому сейчас Есть такое подозрение Что, в принципе Если всё так дальше И пойдёт Через пару десятков лет Население планеты Может начать сокращаться Новых детей Будет рождаться меньше Население Станет более старым Это абсолютно точно А потом и старики Начнут умирать В массовом порядке И поэтому К концу Этого столетия Вполне возможно На земле будет жить Меньше людей Чем в его начале То есть Будет небольшой ещё Подъём А потом будет спад И спад Довольно-таки Значительный В большой степени Это означает Что надежды На развитие экономики Бурной Которые вот Предсказывались Ещё несколько лет Тому назад Могут совершенно И не Осуществиться Просто потому Что когда нету людей Активных людей То собственно говоря И экономика Это будет Весьма чахлый И неразбит К тому же Нужно учить Что вот эти Все эти вспышки Которые есть Вот эти подъёмы Температуры Всё Они же очень плохо Влияют на здоровье Человечества В массе своей И болеют Если умирают Люди Не только Преклонного возраста Но и среднего возраста Даже молодые люди Вот Поэтому Перспективы сейчас На данный момент Начинают указаться Уже Довольно-таки Морочноват У нас Ещё один звонок Здравствуйте Пожалуйста Вы в эфире Я второй раз Извините Константин Тогда правильно Вот я тоже Такой теории Придерживаюсь Вот Знаменитая наша Теория заговора Ладно Не будем брать Вышки 5G И всё остальное Но вот Про золотой миллиард Который там Хотят сделать Тот же самый Белгейцы Всех там чипировать Вот золотой миллиард Но не нужны Земле И вообще экономике Чем меньше людей Как бы правильно Что мы Чем больше людей Мы будем больше Человеческий ресурс Он будет Человека работать Человеку мы будем Всё продавать Поэтому Не выгодно Земле Уменьшать Население Выгодно Или не выгодно Ну судя по всему Для экономики Это конечно Выгодно Когда есть Много молодого Населения Либо Старики Должны быть Такие Активные По молодости Чтобы Заложить Определённый Экономический Фундамент И таким образом Кормить И себя Как бы На пенсии И чтобы была Молодёжь Которая будет Их кормить При этом Старики Должны быть В общем-то Достаточно здоровыми Ведь Речь-то сейчас О чём идёт Не то, что Ты должен быть Молодой До ста лет А потом взял Одновременно И помер Неожиданно Речь идёт о том Что да Люди стареют Стареть будут Их нужно лечить Но они будут До очень Так скажем Солидного возраста Будут в состоянии Ухаживать за собой Они будут в состоянии Выполнить посильную Работу И у них будет Интерес к жизни К потреблению То есть даже В старости Они не будут Считать Что им достаточно Для жизни Там картошечки Покушать Да Отварной Да может быть Там кусок Курочки Нет Они захотят Жить допустим Здесь в Реге И наслаждаться Устрицами Полеж Понимаете Нет Так в том-то и дело Что если они Ими будут Здесь сидеть И наслаждаться Это будет означать Рабочие места Для тех людей Которые Устриц Уставители Выращивают Выращивают То есть Система Нашей цивилизации Построена На потреблении Либо И чего боятся Все Вот спросите Кого Либо Есть альтернатива Это общество Распределения Положена тебе Одна устрица В месяц Вот и ешь Что хочешь Можешь за весь год Выбрать Свой Запас Как скажем Лимит Устриц И на новый год 12 скушать Понимаете Многие скажут Что это напоминает Вот то Поздний социализм Конца 80-х годов Пустые прилавки Ну Но Понимаете Это же именно Система Распределения Карточные системы Назовите Как угодно Либо Альтернативный вариант Нужно Чтобы была Система Потребления Но потребление Значит Это производство Но я понимаю Что Сокращение Населения Это по экономике Наносит Страшнейший удар На пенсию Короче говоря Выйдем Мы еще не скоро Я так понимаю У нас еще Еще один звонок Здравствуйте Пожалуйста Здравствуйте Я хотел бы Вернуться К климату Где-то в конце 80-х годов Один ленинградский Инженер Даже не ученый Просчитал За сто с лишним лет Количество осадков Над Германией И Вывел алгоритм По поводу того Что сколько площадь Появилось Бетонно-асфальтных покрытий И сколько Так сказать Дождей Попадало на это покрытие И с какой скоростью Она уходила То есть он просчитал Куда пропала губкость Вот этой земли И отсюда Вот эти потоки Наводнения Вдругвы И еще где-то Я думаю Что это идет По всему миру Спасибо Вы знаете Я могу сказать Что немцы Очень внимательно К этому относятся Я не помню Фамилию Вот этого Инженера Который Который занимался Этими расчетами Да Вот Спасибо Что напомнили Про них Но я могу сказать Что настоящий момент Они например Очень серьезно Относятся к вопросу Циркуляции воздуха В своих городах Например Город Францфурт Да Францфурт на майне Это же очень крупный центр Вот В последние годы Они предприняли Очень много стараний Чтобы создать Так называемые Радиальные Зеленые коридоры Парки Ну это не потому что Парк Но просто такая Зеленая Транспортная зона Где нету Высоких Зданий И благодаря этому Что образуется Ведь дело в том Что центр города Забетонированный Он греется Греется очень сильно И согреваясь Он создает Над собой Восходящие потоки Отечественно Как ядерный Взгреб такой Если с вами Так сказать Смотреть На него Графически И вот этот вот Поток горячего воздуха Ну как над костром Он возникает Где угодно Над очагом И вот он Засасывает воздух Создает Своеобразные потоки Эти потоки Идут вдоль Зданий Во-первых Это ухудшает Качество дыхания Потому что В воздухе много пыли Она все равно Поднимается В воздух А второе Там очень жар Эта система Перегрета И естественно Она создает Над собой Своеобразную Собственную Систему Циркуляции Воздух Возьмем пример В той же самой Москве Которая идеальный Радиоцентричный Город Мы все знаем Кремль И расходящийся Улик Получали Но это Это потрясающе Потому что Сейчас уже говорят о том Что в принципе Для Москвы Необходимы Вот такие вот Каналы Свободной Циркуляции Возг Один Олений парк Огромный парк Но он не решает Проблему Не решает Проблему ЦПКО Имени Горького То есть Как бы Город становится Все больше Он настраивается Все больше И он создает Свой климат Он Город Создает Свой климат И в Германии Если посмотреть Кто вот ездил Бывал В районе Вот того же Франкфурда Дюссельдорфа Там фактически Города Слились В какую-то Гигантскую Агломерацию И в этой Агломерации Всегда теплее И душнее Чем например Если вы уедете Например В тот же самый Гарц Я уж не говорю Правильно То есть Вот это Очень важный Момент Строительство Вот таких Гигантских Гиротских Агломераций Оно приводит К локальному И очень сильному Изменению Климата Еще звонок Здравствуйте Пожалуйста Это еще раз И я Дело в том Что я немножко Не об этом Я говорю О площади Бетонно-асфальтных Покрытий Крысы Зданий Все остальное Это все растет В гигантской Прогрессии И все осадки Которые выпадают Им некуда деться Они в поток Сливаются И уходят в реки И реки моментально Поднимают свой уровень Вот я об этих Наводнениях Которые Ну нет Ну так одно Связано с другим Понимаете Как раз В том-то и дело Что одно Цепляется за другое Вообще Вот это Создается Система Когда город Он с одной стороны Может высасывать Воду Из окружающего Пространства А потом Сливать Это все Время Это очень Серьезная Вещь И сейчас Я говорю Как раз Ученые В той же Самой Германии И в других Развитых Странах Особенно Убанизированных Странах Пытаются Решить Вопрос Что с этим Делать Например Один из Вариантов Который Есть И опять-таки Который Пробуют Делать В том же Француз Это делать Зеленые Крыши То есть Крыши Покрываются Слоем Субстрата Типа того Что Не толстым Там высаживаются Растения И вот Идея Заключается В том Осадки Должны Как раз Напитать Эту почву Там должны Развиваться Растения И таким Образом Вот такого Мгновенного Стока Воды Которая Упала На крышу А через час Оказалось Уже в реке Меньше Даже Такого Уже Не будет Но Тут сразу Возникает Вопрос Ведь Тогда и Крыш Нужно Строить Рассчитывать Гораздо Прочнее Чем Они Есть На данный Момент Далеко Не всякая Крыша Выдержит И мы В Риге Знаем Это может Быть Лучше Чем Другие Я Как раз Имею Ввиду Историю С садом Который Пытались Построить На крышу Торгового Центра Макс Там же Тоже Выкладывали Грунт Собирались Сделать Все Очень Красиво И Это должно Было Быть Здорово Так Агрессивно Ну А вот Закончилась Трагедия Немцы Сейчас Они К этому Относятся Осторожнее Но Тем не менее Идея Есть Есть Идея Сделать Вертикальные Сады Чтобы На каждом Условно говоря Балконе Что-то У тебя Росло Такие Сады Семирамиды Да Семирамиды Получается Да Да Но Этих Идей Очень Много Но Вопрос Следующий Идеально Было бы Строить Что-то Новое Но На это Денег Нет А то Что Старое Перестраивать Или Допустим Давать Этим Зданием Дополнительную Нагрузку Это Может Извините Боком Вылезти Поэтому Сейчас Вот Конечно У инженеров У специалистов По растениям Конечно Вот такая Вот Они Такой Раздрай Как бы С одной Стороны И сделать Дома Такими Зелеными А с другой Стороны Как бы Все это Не обрушить Но Если Города Будут Эта Агломерация Городов Будет Продолжать Расти И Не произойдет Ли Действительно Слияние Городов Уже Сейчас Москва Захватывает Города Спутники И то Что раньше Считалось Отдельными Какими-то Практически Городского Типа Поселками Или даже Городами Они входят В состав Москвы Вот Насколько Если эта Тенденция Будет Продолжаться Не Столкнемся Ли Мы С Нехваткой Вообще Пространства Для Животных Природы Для В конце концов Отдыха Людей На природе Ну вот К этому Все Идет Потому что С одной Стороны Есть Благие Идеи Людей Которые Хотят Добиться Для всех Нас Хорошей Здоровой Зеленой Жизни С другой Стороны Есть Проблема Экономики Например Сколько Людей Возмущается Застройками Вокруг Например Российских Городов И китайских Кстати Скажу И не только Вот эти Вот Высоченные Башни И как их Называют Человейники Вот люди Там Живут Набитые Что называется Как сельди В бочке Но ведь Они же Там Набитые Как сельди В бочке Не потому Что им Так Нравится А потому Что Им Удобнее Жить Во-первых По деньгам Они могут Купить Но не могут Они покупать Особняки Второе Расстояние До места Работы Если вся Работа Сосредоточена В центре Ну или В каком-то Локальном Центре То есть Они стремятся Все поселиться Так Чтобы Было Достаточный Транс Либо На машине Недолго Ехать Либо Метро Было Борян Я вот Помню В Москве Под Москвой Когда шло Продажа Зданий Нишатка Невалка В одном Месте На юго-востоке А потом Узнали Что там Скоро Будут Строить Метро Котельник Так За городом Дач Ведь Не случайно Люди Уезжают На дачу На расстояние 100 километров 150 И дальше Даже Уезжают Есть люди Которые Из Петербурга Едут На дачу Псковскую область На границе Из Латвии 300 с лишним Километров Получается По дороге Это Насчитается Вполне Нормально То есть Город Превращается В такую Цитадель Камен Ее Достаточно Дешево Отапливать Там Выгодно Размещать Транспорт Что очень важно Там выгодно Делать бизнес Потому что Если вы Делаете Бизнес В 15 Миллионном Городе Компакт Вы всегда Найдете Потребителя Своему Товару Вы можете Делать Условно Говоря Какие угодно Печатать Книж Вы можете Делать Всевозможные Приложения Компьютерные Вы можете Пить хлеб С травой Обязательно Найдется Какой-нибудь Веган Или оригинал Который Закочет Кушать Этот хлеб А когда Вы находитесь Как у нас В стране Где меньше Двух миллионов Потребителей Представьте Себя Если она Еще была Более Рассеян То как Вы сможете Сконцентрировать У вас Транспортные Расходы Сожрут Ваш Прибыль При допустим Доставке Товаров Вот это Проблема То есть С одной С одной С одной Стороны Все хотят Жить На природе А с другой Стороны Для того Чтобы Делать Бизнес Чтобы Экономическое Колесо Крутилось Нужно Жить Вместе Уплотненно Спина К спине И вот И вот Этот вопрос Вот Эту Систему Пока Тоже Никто Не Успел Разгадать Ну что же Наше Время Завершилось Огромное Спасибо И до встречи В следующую пятницу Константин Рангс был В нашей Студии Программа Климат Контроль До свидания До свидания Продолжение следует